Пункт временного размещения работал вместо положенных 60 дней полтора года. До 31 декабря всем гражданам Украины предложено покинуть здание бывшей школы-интерната в Комсомольске. Это последний пункт временного пребывания из восьми, которые были развернуты летом 2014 года на территории Ивановской области. Тогда в губернию массово пребывали граждане из Донецкой и Луганской областей. Как выяснилось позднее, вместе с ними приехали жители Западной Украины, где военных действий не было. Бежали от неблагоприятной экономической ситуации, пояснили они. К слову сказать, статус беженца из 1252 приехавших не получил ни один. Федеральное финансирование прекращается. Большая часть украинцев нашли работу и дом. Кто-то вернулся на родину, кто-то остался в России. На конец ноября в пункте временного пребывания в Комсомольске оставались 46 граждан. До 5 декабря выехали все нетрудоспособные. До 31 числа определиться со своей дальнейшей жизнью предстоит остальным. 15 человек покинули пункт в минувшие выходные. Семь человек выехали в Украину, трое переехали в Иваново. Часть сняли квартиру в Комсомольске. Одна женщина пенсионного возраста уехала к сыну, которая имела в собственности, жили в Комсомольском районе. Пожилым гражданам, инвалидам мы предлагаем стационарные учреждения, то есть дома-интернаты.